Добрый день, уважаемые коллеги! Рассмотрим проект новой стратегии научно-технологического развития. Учитывая решающую роль науки и технологии для страны, как вы знаете, ему придан особый статус. Прямо в законе прописано, что он приравнен к стратегии национальной безопасности. Остановлюсь на некоторых ключевых моментах. Первое. Следует сосредоточить повышенное внимание на развитии фундаментальной науки. Нацелить ее на получение принципиально новых знаний, поиск ответов на так называемые «большие вызовы» завтрашнего дня. Несмотря на непростую ситуацию, необходимо поддержать уровень расходов на фундаментальную науку в процентах от ВВП. Сэкономив здесь сегодня, мы будем, безусловно, безнадежно отставать завтра. И допустить этого не можем. Поэтому, наряду с бюджетными средствами, мы направим и в небюджетные. Чтобы в целом сохранить объем финансирования фундаментальной науки, нужно прежде всего создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний. Деньги должны выделяться эффективным коллективом на основе конкуренции конкурсного отбора. С тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата. Наконец, учитывая масштаб целей, считаю необходимым выстроить современную систему управления научно-технологическим развитием. При этом исключить дублирование, когда схожими, а то и практически одинаковыми научными задачами занимаются разные министерства, ведомства, госкомпании, а то еще и дважды, трижды получают за один и тот же результат. Уважаемые коллеги, новые технологии создают ученые и исследователи. От их открытий, разработок в решающей степени зависит успех всех наших планов. Поэтому и государству, и бизнесу необходимо направить дополнительные усилия, ресурсы на укрепление кадрового потенциала отечественной науки. У молодежи должны быть стимулы, желание заниматься наукой именно в России, работать в интересах нашей экономики, в отечественных высокотехнологичных компаниях, исследовательских лабораториях. Мы уже не имеем такой опыт, когда люди подрастают, и мы видим, что у них очень хорошие перспективы, но им непонятно, где и как они будут работать. А тем, кто хочет их забрать, особенно подальше от родных рубежей, у них есть такое понимание. Их просто туда приглашают, и они часто туда уезжают. Нам нужно показать им перспективу, перспективу развития. И, конечно, нужно развивать те эффективные механизмы, которые уже позволили привлечь в нашу страну ведущих учёных мира, в том числе наших соотечественников, которые долгое время, многие годы работали и успешно работали за рубежом. Вы знаете о целой программе так называемых мегагрантах. Омегагрантов могу ещё раз сказать, проинформировать вас, что в рамках этой программы создано 200 лабораторий без всякого преувеличения мирового уровня класса под руководством ведущих учёных. Речь прежде всего идёт о постановке масштабных интересных научных задач, запуске исследовательских проектов с долгосрочным горизонтом финансирования. Словом, нужно создать такие условия, чтобы сделать нашу страну одним из центров притяжения для лучших учёных со всего мира.